В мире существует более 300 видов плова. Армен Джуракулов знает об этом не понаслышке. Все свое детство он провел в Узбекистане, где это блюдо считается национальным. Там он закончил Самаркандское автомобильное училище и по распределению 20 лет назад приехал служить в Рязань. Создал семью и остался. Но признается, все, что связано с Самаркандом, по-прежнему дорого его сердцу. Поэтому и возникла идея открыть кафе узбекской кухни, как некий островок далекой родины. Именно здесь постоянно проходят тематические встречи. Одна из таких – «Я люблю плов». Как выяснилось, самый известный рецепт плова – самаркандский. Его истоки уходят корнями в 14 век. Вокруг этого блюда даже сложилась древняя легенда. Был у Тимура повар, который любил хитрить и подавал плов, подогревая его непосредственно. Тимур никогда не любил подогревать и сказал, подавайте мне его так, как он готовится. То есть слоями. Соответственно, нижняя часть идет рис, потом морковь, а потом уже идет мясо. Кроме плова, навстречу узбекской культурой гости смогли попробовать и другие национальные блюда. Шурпу, самсу, лепешки и восточные сладости. А также поучаствовать в чайной церемонии. Застолье на Востоке начинается и заканчивается чайпитием. В Узбекистане существует своя чайная церемония. В пиалу три раза наливается чай и выливается обратно. Эта процедура называется кальдаран. Узбекская и русская чайная церемония конкурсит своей теплотой и гостеприимством. Но есть и различия. Если в России наливают полный стакан чая, то беседа будет продолжена. В Узбекистане же это означает, что чайпитие подходит к концу. Главная цель вечера узбекской культуры – показать восточный колорит рязанским зрителям. Мы решили продолжить традицию знакомства с узбекской культурой, с ее кухней, с ее традициями и обычаями. И надеемся, вот такой неформальный подход к проведению мероприятия полюбится рязанцам. И они будут часто посещать такие вечеринки. Рудольф Янович Подаль, профессор философии, член общественной палаты, считает подобные мероприятия важными не только в культурной сфере, но и социально-экономической и политической. Один из самых главных вызовов современного глобального мира – он очень противоречивый. С одной стороны мир глобализуется, а с другой стороны идет размежевание по национальным признакам, религиозным. Невиданные ранее противоречия и социальные катаклизмы сотрясают современную цивилизацию. Она испытывается на прочность. В этом отношении, по мнению Рудольфа Подоля, взаимодействие стран постсоветского пространства может дать отпор всем вызовам современного мира. В Рязани тематические встречи, посвященные русской и узбекской культурам, будут продолжены. Кроме того, решается вопрос об объединении Бухары и Рязани как городов-побратимов.